Документы Красивая Юлия Не с самой Юлей, не с ее сестрой Поэтому, когда увидел девушку, которая открыла ему дверь Принял ее за другую Я еще так подумал Красивая Юлия? Я не знал, что это Юлия Младшая Юля Потом, как-то уже Я не помню Догадался Что это Юлия Саша тогда сильно понравился Саша тогда сильно понравился То есть я-то знала, что это Саша и так далее. Я его даже пыталась найти в соцсетях, ну, посмотреть, что там, как. А он, то есть не сейчас, не тогда вообще в соцсетях, ну, не его не любил. У меня еще тогда были внутренние ощущения, что это мой мужчина, что 100% именно с ним я буду вместе, именно с ним у меня будет свадьба, именно от него у меня будет ребенок. То есть это было однозначно. То есть я знала, что просто нужно дождаться именно того момента. Да, и вот дали они телефон мне. Но он не сразу позвонил. Я, значит, ждала, мне же сказали. Сколько? Полгода или сколько? Я ждала, ждала. Уже потом, когда забыла про все это, приходит смс, я даже сначала не поняла от кого. Как-то ехал в машине, ну, вот думаю, да, и напишу, как бы. Как бы, ну, прям вообще спонтанно получилось. Ну, да, и сразу ответила. На первое свидание Юлия и Александра отправились в кино, а уже через полгода пара съехалась под одну крышу. В 2012 году, когда Юлия окончила университет, Александра сделала ей предложение. Прошло еще два месяца, и молодые поженились. Спустя четыре года совместной жизни в семействе Толстихиных прибыло. У Юлии и Александра родилась дочка Милана. Сейчас же Юлия с улыбкой вспоминает поздравительное сообщение от Александра на Новый год. Как раз тот, перед которым и состоялось первое свидание. Он меня поздравил таким образом, что поздравляю, там, с Новым годом, желаю здоровья, там, когда-то и так далее. И в конце он мне написал, что я сделаю тебя счастливой. И вот на протяжении восьми лет он действительно меня делает счастливой. Это я больше хочу сказать, это вообще восемь лет, ну, самых счастливых в моей жизни. Редактор субтитров А.Семкин